Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы рады приветствовать вас на страницах тележурнала «Кузбасский ковчег». Сегодня в нашей программе. В Кемерове прошел ипархиальный пасхальный фестиваль. Митрополит Кемеровский Прокопьевский Аристарх осветил закладной камень под строительство храма на территории шахты имени Рубана в Ленинске-Кузнецком. В Кузбассе с деловым визитом побывал религиовед Александр Дворкин. Смотрите беседу с ним в нашей рубрике «Интервью». Пасха светлая, пасха красная, в небе солнце сияет ясно, а на ровно работа нет. Рассматривая вязаные поделки, яркие пасхальные яйца, игрушки и открытки, невольно удивляешься, что все это сделали дети. Возможность поделиться своим мастерством получили участники детского ипархиального пасхального фестиваля, который проходил 12 мая в ДК «Шахтеров». Свои таланты во многих областях творчества показали детские и юношеские коллективы со всего Кузбасса. Сегодня приехали очень много коллективов, их 22, на наш пасхальный праздник, где участвуют как детки с воскресных школ, так и с общеобразовательных домов, интернатов и так далее. То есть с различных городов и пархи нашей области посещают наш фестиваль сегодня. В фойе Дома культуры для зрителей были выставлены работы участников творческого конкурса «Пасхальная радость». Перед началом главного концерта прошло награждение его победителей. Они получили грамоты и сладкие призы. Варышев, Прохор, Шестухин, Алексей, воспитанник воскресной школы храма, великомучность Варвары в городе Кемерово. У нас стала уже доброй традицией приурочивать к большим церковным праздникам, таким как Рождество Христово, Светлое Христово Воскресенье. Вот подобные выставки, фестивали. Не является исключением и нынешний год. Направлено проведение этого фестиваля, конечно же, на знакомство детей, так как участвуют дети в фестивале, на знакомство детей с этими праздниками, данным праздником Светлого Христово Воскресенья. Участники и гости фестиваля имели возможность самостоятельно сотворить многие поделки, представленные на конкурсе. Для этого были организованы мастер-классы, на которых творческие руководители образовательных учреждений и воскресных школ наглядно показывали, как можно празднично украсить пасхальные яйца, оформить подарочные свечи, смастерить открытки и многое другое. Созданный своими руками сувенир каждый мог забрать, чтобы подарить близкому человеку или оставить себе на память об этом дне. Берем, вот так вот края формируем, как бы немножечко скручиваем, вот так вот, маленечко скрутили и завязываем. Завязываем, но не сильно затягиваем, чтобы у нас как бы ручки получились, да? А второй конец у нас остается, клоточка, вот, получается как бы корзиночка. Вот эти ручки поправили? Вот, вы поправили ручки. Сейчас делаем туловище. Можно вам еще только поправить? Да-да-да. Туловище вот так вот делаем, сейчас это не с нуленько тишкам. И берем, завязываем тесемочкой, возьмите тесемочку и завязываем. Ну, с этой стороны вот так завязываем. Вот, на узелочек завязываем, долго завязываем. В середочку ложим нашу конфеточку. Это у нас будет головка у зайчика, да? Красивая такая. Формируем ушки. И тоже тесемочкой, но только вот этой же тесемочкой. Вот так вот берем, с этой стороны, с этой огибаем. Вот, получился вот такой вот зайчик с ушками. Пожалуйста, Христос Воскрес. На праздничном концерте участники продемонстрировали свои таланты во многих сферах искусства. Главному христианскому празднику, Пасхе, дети посвящали песни, стихотворения, театральные сценки. Пасхе, 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 праздник это! Всюду радость и приветы, счастье встретится в глазах, на земле и в небесах. Пенье раздается звонко, я не взрослая сестренка, но сердечки у меня, гимны взрослые звенят. Пасха, Пасха, гость небес, знают все, Христос Воскрес! Празднование светлого Христового Воскресения будет продолжаться вплоть до праздника Вознесения. Еще не раз мы услышим обращенные к себе радостные слова «Христос Воскресе» и с той же непосредственной радостью ответим «Воистину Воскресе!» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok О том, с какими трудностями приходится сталкиваться представителям угледобывающей отрасли, знает практически каждый кузбассовец. Ежегодно в недрах земли как кузбасса, так и других регионов и стран погибают сотни горняков, добывающих для нас тепло и свет. Но того, кто живет с Богом, он не оставляет трудную минуту. Это хорошо знают и осознают шахтеры Ленинско-Кузнецкого. Здесь, на территории шахты имени Анатолия Дмитриевича Рубана, 18 мая митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил освящение закладного камня по строительству храма в честь святого преподобного Сергия Радонежского. Господа нашего Иисуса Христа, сам благослови и освяти место сие силою и действом честного и животворящего древа, онаго крестного, в отгнании бесов и всякого сопротивления, сохраняя место сие и на нем тебе служащих, от всякого зла невредной, молитвами преславной овладычице нашей Богородице и преснодевы Марии, преподобного и богоносного отца нашего Сергия и гуменера Радонежского и всей России чудотворца. После церемонии освящения своебойный механизм вбил в землю первую сваю под будущий храм. В наш комплекс будет входить три таких значимых, я считаю, строительства. Это учебный комбинат, где как раз будет подготовка осуществляться шахтеров, шахтерской профессии будут готовить. Это наш музей, музей шахтерской славы, который планируется строиться на этой территории. И плюс, соответственно, храм. Мы считаем, что действительно все эти три значимых объекта будут соединены в один комплекс и будут для шахтеров, я считаю, значимым событием это открытие. И, во-первых, это любой такой комплекс, он украшает город. Во-вторых, это все-таки комплекс, в котором люди смогут, молодое поколение, обучаться, смогут увидеть музей, в котором будет вся история шахтерской славы. Это кольчугинского рудника, нашего рудника. Ну и, соответственно, я думаю, храм, в котором люди смогут прийти, действительно покаяться. Ну и очень действительно много у нас на сегодняшний момент все-таки шахтерские профессии, опасный труд. Я думаю, что это будет для людей, особенно для тех, кто, может быть, потерял своих родных и близких, местом, куда можно прийти, поклониться. Вот и все. Шахта имени Рубана осуществляет разработку подземным способом Ягозово-Красноярского каменно-угольного месторождения Ленинского геолого-экономического района. Ее поле занимает северо-западную часть Красноярского геологического участка. По задумке руководства шахты, каменная церковь на 200 прихожан должна стать духовным центром не только предприятия, но и всей близлежащей округи. Посещать ее смогут как сотрудники шахты, так и обычные горожане. Особую роль храм призван сыграть в духовно-нравственном становлении учащихся Центра подготовки шахтеров и горноспасателей. Строительство которого начнется на территории шахты в скором будущем. Сдать храм в эксплуатацию планируется к июлю 2014 года, дню памяти преподобного Сергия Радонежского, когда Русская Православная Церковь вместе с государством будет отмечать 700-летие со дня рождения игумена земли русской. В Кузбассе с деловым визитом побывал доктор философии церковный историк Александр Леонидович Дворкин. Специалист по тоталитарным сектам и деструктивным культам провел обучающий семинар для кузбассовцев. На встрече известного религиоведа с главой Кузбасской митрополии Владыка выразил благодарность профессору Дворкину за его многолетний просветительский труд и вручил Александру Дворкину юбилейную епархиальную медаль. После встречи с митрополитом известный сектовед ответил на вопросы нашей программы. Здравствуйте, Александр Леонидович. Александр Леонидович, с точки зрения светского религиоведения, секты всего лишь новые религиозные движения, такие, в общем, вполне безобидные по их словам, имеющие конституционное право на существование. Вот где границы нашей веротерпимости? Вы знаете, во-первых, светское религиоведение бывает очень разное. Поэтому то, что вы озвучили, это с точки зрения только лишь одной части светского, я бы даже не сказал, что очень светского религиоведения, это такое сектозащитное религиоведение. И что касается имеющих право на существование, это вопрос вообще не религиоведения, это вопрос регистрационных органов, которые регистрируют те или иные организации. Но это как раз показывает, что та точка зрения, которую вы озвучили, очевидно, с дискуссионными целями, вы ее взяли из тех или иных сектозащитных ресурсов, которые всячески именно и занимаются тем, что деструктивные секты, которые занимаются своим делом, которые вовлекают туда людей через обман, которые порабощают, которые разрушают семьи и так далее, они пытаются представить их как пушистые, белые, законопослушные организации. И, собственно, это обозначает границу, то есть дело не в толерантности и прочем, а дело в том, есть ли вред от деятельности той организации, есть ли пострадавшая деятельность той или иной организации, что больше в деятельности той или иной организации, позитива или негатива, какие ее цели, ради чего она существует и так далее. И, скорее всего, нужно будет задавать такие вопросы, и тогда очень многие вещи станут очевидными. Второй же вопрос к вам по поводу позиции православного религиоведа, православного стектоведа, верующего православного человека, каким вы являетесь, и отличие этой вашей позиции от позиции светского религиоведа, ученого. Очевидно, что все-таки любой православный религиовед, даже тот, который занимается светским религиоведением, все равно у него есть свои убеждения, все равно он исходит из понимания того, что существует истина, и эта истина, она вечна и неизменна, и, конечно, он все видит через призму этого своего понимания. Это иначе невозможно. У любого человека есть свои убеждения. Это нормально и это естественно. Каждый человек все видит через призму своих собственных убеждений. И если человек об этом говорит, то любой читающий тогда может сделать поправку на ветер. Он честно предупреждает, что я, ну, скажем, любой человек, который читает то, что я пишу, или слушает то, что я говорю, знает, что я православный, ну и он может, соответственно, это учитывать в своей оценке того, что я говорю. Проблема начинается тогда, когда человек говорит, что у меня абсолютно объективная точка зрения, и вообще, что вот религиовед не должен придерживаться никаких убеждений, и так далее, потому что вот тогда это будет совершенно объективно. Это чушь, потому что не может человек не придерживаться никаких убеждений. Честный исследователь всегда заранее предупреждает о своей исходной точке зрения, и это, на самом деле, такое самое максимально приближенное к объективной оценке, потому что читатель знает, когда человек говорит, что у него нет точки зрения, и он сразу вот так самый объективный, в этом уже есть обман, и такому человеку не стоит доверять. Александр Леонидович, у меня уже такой вопрос к вам, как к человеку опытному все-таки в этой области. Почему, на ваш взгляд, вот лично ваше мнение, да, субъективное, почему люди идут в секты, почему попадаются, какая мотивация, вот чего они ищут? Знаете, Ольга, есть такая вот сектоведческая аксиома, что никто в секту не приходит. Нет человека, который пришел бы в секту. Секту приводят через обман, через сокрытие информации, через недобросовестную рекламу. Здравствуйте, дорогие телезрители, дорогие братья и сестры. Мы рады сообщить вам новость, знаковую для нашего города Кемерово и для всей Кемеровской области. 1 июня в 10 часов дня в Знаменский кафедральный собор прибывает крест-мощевик, который будет пребывать около недели в храме Божьем, и в дальнейшем он будет совершать свое паломничество по всем городам нашего родного Кузбасса. История данного креста, она очень интересна, таинственна, но в то же самое время и проста. В 80-е годы, в годы правления советской власти, православная христианка сохранила у себя среди домашней утвари этот крест. И когда уже были открыты храмы, она передала его священнослужителю, местного храма во Владимирской области, который его преподнес в дар на наш, как можно сказать, алтарь мученический, это в Оптину пустыню. И в дальнейшем уже для него была сооружена, для этого креста-мощевика, новая риза, можно сказать, это оболочка, в которой он хранится и до сегодняшнего времени. В кресте-мощевике находится очень много святых мощей. Это Иоанна Златоуста, это и святаго великомучника Патеримона, это и, конечно же, одна из великих святынь, это частица ризы Господней. Все мы с вами прекрасно помним из священного Писания слова, где риза Господня была поделена на части, а хитун, о нем был бросен жребий. Так вот, куда же делись эти частицы ризы Господней? Они были поделены, и многие православные люди хранили у себя ее, как великую святыню. И вот одна из этих великих святынь спустя сотни лет попала на Русь. И как определить ее святость? Тогда Первосвятитель Божий отслужил молебен, во время которого присутствовало сотни тысяч верующих людей, среди которых были и больные, убогие. И вот когда они приходили и прикладывались к этой ризе, то получали исцеление моментально, сразу же. Тем самым было засвидетельствовано, что эта риза действительно является Господней, и действительно она свята. Дорогие братья и сестры, у нас есть прекрасная возможность успеть приложиться к этой великой святыне. О графике передвижения мощей вы сможете уточнить на сайте Кузбасской митрополии. Храни вас всех Господь! Уважаемые телезрители, нам очень важно ваше мнение о нашей программе. Пишите и звоните нам. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok